Добрый, доброго времени суток, дорогие телезрители! Вы смотрите летний эфир, и с вами самый летний ведущий Виталий Тирон. Сегодня мы вновь поговорим о бизнесе, о финансах и, конечно же, о продвижении. И общаться мы будем с нашими специалистами, специальными приглашенными для вас гостями. Это Андреева Ольга, сотрудник кредитной организации. Это молодой предприниматель Туласанова Ольга, тоже здравствуйте. И Тищенко Иван, СММ-специалист. С Иваном, я думаю, уже должны быть знакомы. Итак, Ольга, мы начнем с вас. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вы кредитный специалист. Да. Как давно вы в этой сфере работаете? Так, я работаю в сфере кредитной кооперации уже более 11 лет. 1 сентября будет 12 лет. Это не юбилей, но все равно хорошее, красивое, да. Такой вопрос, ребята. А у вас кредиты есть у самих? Да. Кредит на личный, на бизнес? Потребительский кредит обычный. Потребительский кредит. Ну, часто берешь кредит, тогда получается? Ну, я взяла один раз и просто до сих пор выплачиваю. Взяла, не трогая. Я в свое время, да, очень прям увлекался кредитами, но, слава богу, сейчас у меня нет ни одного кредита, поэтому я свободный человек, это прям здорово. Слава богу, вы разделяете это мнение, что кредитов не должно быть много, да? Да, конечно. У вас у самой есть кредит? У меня у самой есть кредит, но кредит на покупку недвижимости, то есть ипотека. Ну, без ипотеки довольно трудно. Ну, довольно-таки трудно, да. Сегодня я с вами хотела бы поговорить о финансовом планировании. Альтернативы как раз таки кредитам, это финансовое планирование. Да, как уметь превращать свои расходы в сбережения, да? Так, слушаем. Все мы хотим стать богатыми, хотим путешествовать, хотим купить понравившуюся машину, купить жилье, недвижимость, да? Да, но не все знаем. Ну, а как стать богатым, это очень просто. Просто нужно превращать свои расходы в сбережения, то есть... Не так просто, на самом деле. Нужно уметь превращать расходы в сбережения, то есть нужно сокращать ненужные расходы, да, свои личные. Ненужные расходы, это какие, допустим? Что есть ненужные расходы? Допустим, это же, вот человек получает 30 тысяч, допустим, в среду, да? Но мы, каждая семья, я знаю, да, что тратит энную сумму, ну, маленькую энную сумму на покупку, например, пиццы, заказ суши, роллы, да? Вот такие ненужные расходы можно сократить, мне кажется, без этого можно, да, обойтись как-то. А почему встал передо мной лично, да, вопрос сбережения? Хочу немножко рассказать о себе, почему я начала копить деньги. Передо мной встал этот вопрос, когда мой сын закончил 11 класс. И, конечно же, встал вопрос выборов вуза, да, и настала пора поступать. Я начала изучать вузы. Разные там и в Якутии, да? Да, и в Якутии, и центральные вузы. Что выбрали, кстати? СВФУ, конечно. СВФУ, наш Якутск. Да, наш Якутск. И я была поражена, сколько стоит обучение за один год, да. Цена вот колеблется от 150 тысяч рублей и выше. Это в СВФУ 150 тысяч? Или вообще по вузам от 150? Да, по вузам. СВФУ конкретно стоит, ну, колеблется в среднем 146 тысяч. Много. И как накопить на эту сумму? Да, ну, очень жалко, да, что с каждым годом вот количество бюджетных мест неимоверно сокращается. Вот на сегодня совсем мало, 5-8 бюджетных мест выделяют. Огромная конкуренция за эти бюджетные места всегда? Да, конечно, да. Конечно, хорошо, когда твой ребенок успешно учится, и есть возможность, да, сдать Елена высокие баллы. Ну, я мама-реалист, и я взялась за изучение вот вузов. Подумала-подумала и решила, что кредит все-таки на 150 тысяч, да, возьмем сумму, на один год. Ну, в принципе, возможно, да, это взять, но каждый год 150 тысяч, мне кажется, банки мне не будут давать. Когда-нибудь тебе скажут, ну, все, вы уже не можете. Да, 150 тысяч, это мой ребенок будет обучаться в течение 5 лет, а эта сумма не маленькая, 750 тысяч рублей. Я думаю, вы не одна такая, я думаю, с этой проблемой сейчас многие родители сталкиваются, что как накопить деньги, откуда взять их. Я вот советую каждому родителю, да, начать копить деньги как можно раньше на обучение ребенка. Например? Например, ну, давайте хотя бы после ОГИ, после 9 класса. То есть начало 10, конец 9. Да, нужно будет задуматься о том, как заберегать и накопить энную сумму денег на образование своего ребенка. Допустим, вот вы сказали от 150, возьмем по нижней планке. 150 тысяч. Два года у нас осталось до того, как сын, дочка выпустится. Сколько нужно, получается, откладывать? Ну, родителю, да, 9-классника придется копить два года. 150 тысяч он может откладывать каждый месяц 6250 всего. 6250 это, ну, такая несмертельная сумма? Ну, несмертельная сумма. 6250 можно вообще, каждый родитель, мама и папа могут, да, скидываться, если что. Ну, это будет, 150 тысяч, кстати, это за год, да, обучение? Нет, за два года. Это за два года 150. Да. И потом вот, пока ребенок два года учится, еще 150 можно копить? Да, да, еще 150 можно на четвертый курс. Да, да, каждый год вот пополнять. Как только человек начинает копить, человек это дисциплинирует. И, конечно, он уже не будет, да, вносить по 6250, он уже будет увеличивать сумму своего дохода. Вот. А 11-класснику, да, родителю 11-го класса, это, конечно, вылится в конкретную сумму 12500. Это уже нагрузка, да, большая? Да, конечно. Да. Для семейного бюджета это, конечно, большая сумма. Можете пожелать нашим телезрителям копить? Да, я вот призываю всех наших телезрителей не тратить деньги, а сберегать, превращать свои расходы в сбережения. Тем более можно не просто копить их в кармане, а воспользоваться услугами тех же банков, кредитных кооперативов. Правильно говорим? Да, конечно же. Какая, кстати, ставка сейчас? Да, на сегодня у нас немало кредитных кооперативов в республике, да, которые предлагают привлекать забережения под совсем, под привлекательные высокие проценты. И благодаря вот закону о кооперации с января 2015 года мы все находимся под контролем Центрального банка. Не беспокойтесь, дорогие зрители. А какой процент сейчас у банков и у вас? В банках сейчас, наверное, в среднем где-то 3-4. В кредитных кооперативах ставки колеблются от 9 до 15. Ну, дорогие зрители, вы все слышали, банки, ну, большие банки, это точно большая уверенность, и кооперативы чуть-чуть больше риск, но больше процентов. Так всегда. Большое спасибо за интересную информацию. Ольга, я перехожу к вам. Кстати, вот я не на бюджетном месте учился, к сожалению, а вы? Я на бюджетном. На бюджетном поступили, да? По результатам олимпиад и поеда. Ну, я в 5 вузов поступила, выбрала один. А где? В Москве. В Москве. А в каком, если не секрет? В Российском экономическом университете имени Плеханова. В Плехановке? Круто. Да. А, Иван? Я учился здесь в Якутске. Не бесплатно? Бесплатно. Тоже бесплатно? Я один здесь учился. Ну, ладно. Поэтому я работаю ведущим. Хорошо. Ольга, вы молодой предприниматель. Угу. Вам сколько лет? 25. 25 лет. Действительно, молодой предприниматель. И как давно вы занимаетесь бизнесом? Бизнесом я занимаюсь относительно недавно. Начала буквально в прошлом году. Решилась зарегистрировать свой бизнес в июне прошлого года. В июне? То есть практически недавно был мини-юбилей. Первый год. Чем занимаетесь? Начала вообще с розничной торговли. Сейчас пробую себя в другой сфере. В сфере организации бизнес-курсов. Вот. Но это я начала буквально совсем недавно в этом месяце. Хотела не про новый бизнес немножко просить, а про первый. Розничная торговля чем? Натуральной косметикой. Натуральной косметикой. А как вы открыли свое дело? Почему вы решили, что нужно открыть свое дело, а не дальше? Вы же, наверное, работали где-то до этого, да? Да, конечно. Я работала по найму, работала в крупной компании. И что сподвигает людей? Начать свое дело, бросить? Ну, я думаю, что я не говорю о том, что все должны начинать свое дело. Если человеку это нужно, если это интересно, созидать что-то свое, и есть для этого силы и энергии, то почему нет? И работая по найму, я это поняла, что офисная работа все-таки немножко не мое. Я могу это делать, мне это нравится, но... Я не чувствую, мне не хватает пространства, хочется постоянно что-то двигаться, что-то делать. Вот. Поэтому я решила попробовать организовать свой бизнес. Долго к этому шла, года два я думала, что делать. Вообще, изначально я планировала строить карьеру, хотела построить карьеру. И потом поняла, что все-таки организация из чего-то своего, это мне ближе. Выбрала косметику, выбирая нишу, я вообще думала заниматься тем, что тоже мне нравится. Косметика – это абсолютно женская стезя. Вот я в ней разбираюсь. Как бы это не было банально, да? Да, да, да. И я искала производителей именно российских. В Якутске у нас не так много торговых точек, которые торгуют именно российской натуральной косметикой. То есть без силиконов, без парабенов. То, что подарена природа, и для меня тоже близка вот эта природа. Как бы я за отечественного производителя. Вот. Ну и поэтому сделала выбор. Хорошо. Первый вопрос, который возникает, когда слушаешь любую историю про бизнес. А деньги откуда взять? И сколько нужно было для старта? Ну, деньги можно на самом деле достать абсолютно любым способом. Это могут быть либо накопить. Первый способ – это накопить. Второй способ – продать что-то свое, если у тебя уже что-то есть. Продать что-нибудь не нужное? Можно продать и нужное, если вы хотите начать свой бизнес. Либо же найти какие-то инвестиции. Если у тебя хорошая, достойная идея, найти деньги на самом деле несложно. Деньги есть у многих людей. Мой вариант – это накопить плюс продать. Накопить плюс продать. И сколько пришлось, если можно в подробностях? Не буду говорить про прибыли, просто сколько пришлось потратить сначала, чтобы стартунуть? Я могу сказать, что это было меньше одного миллиона. Всего лишь. Да. Ну, конкретные цифры я бы не стала называть. Ну, хорошо. Не будем на это отвлекаться. Хорошо. Вы сейчас начали заниматься бизнес-консалтингом, да? Да, для меня это интересно. Это сейчас очень популярно. Я думаю, многие из наших телезрителей видели очень много рекламы со всех баннеров. Что мы научим вас делать бизнес, вы научитесь зарабатывать. Это сейчас… Почему так популярно, во-первых? И эффективно ли это? Я бы хотела сказать, как я к этому пришла вообще. Почему бизнес-консалтинг? Так как я молодой предприниматель, у меня нет как такового опыта работы. То есть я примерно представляю, у меня есть идея, я знаю, что нужно пойти зарегистрироваться, нужно найти поставщиков. Но в любом случае есть такие моменты, как продвигать, допустим, как найти первых клиентов, привлечение. Там очень-очень много подводных камней, которые, как оказалось, не так просто решить эту проблему. Я, соответственно, сама пошла учиться, чтобы получить какой-то опыт. И это не профессиональное образование, это дополнительное образование. То есть какие-то краткие курсы, которые тебе дают понятные, очень простые инструменты. И когда я стала искать курсы в Икутске, я поняла, что в Икутске, как таковых, хороших курсов нет. И поэтому взяла онлайн-курсы с центрального города. Одного федерального проекта. Одного федерального проекта, да. И поняла это, что это действительно интересно, и можно развивать это в своем городе. Потому что я думаю, что спрос на такие вещи есть, и это эффективно. В зависимости, конечно, это зависит от того, какие это курсы. Допустим, сейчас в центре, в котором я организовываю, мы предоставляем разные курсы. Это есть шестинедельные курсы, есть короткие конференции, которые стоят очень дешево, там порядка двух-трех тысяч, даже тысячу рублей. Там цена растет до начала мероприятия. То есть это не миллионы какие-то? Это очень, да, это небольшие деньги, то есть это инвестиции в себя. Когда человек вкладывает в себя, он не потеряет эти деньги. То есть ты приходишь, заряжаешься, попадаешь в сообщество проактивных людей. Чуть более подробно об этом мы поговорим только после рекламы, дорогие телезрители. Через две минуты мы к вам вернемся. Дорогие телезрители! Дорогие летние эфиры вновь вместе с вами, вместе с Виталием Тироном и Ольгой Туласановой. Ольга, еще раз, мы закончили на теме того, реально ли вообще работает этот бизнес-консалтер. Ну, потому что все могут найти информацию. Сейчас найти информацию проблемы вообще никакой не составляет. Никакой проблемы нет. У всех есть интернет, есть старые те же книжки, обо всем этом уже говорится. Есть, конечно, новые технологии, но о новых технологиях мы чуть-чуть попозже поговорим. Почему нужно заниматься, почему нужно ходить на этот бизнес-консалтер? Хоть он и недорогой, как вы сказали. Ну, я считаю то, что образование – это вещь, которой нужно идти по жизни. То есть ты должен постоянно развиваться. Человек, который постоянно учится, он постоянно растет, прогрессирует как личность. Никто с этим спорить не будет, это логично. Поэтому это актуально. И когда человек приходит на бизнес-курсы, он уже изначально, то есть он сдается какой-то целью, что он хочет что-то познать. И когда он вкладывает в себя деньги, допустим, грубо говоря, 40 тысяч заплатил за 6 недель, да? Если я заплачу 40 тысяч за 6 недель, я должна буду их отработать. То есть если я вложила эти деньги, я должна буду получить какой-то результат. Это должно мотивировать человека. И помимо этого тебе даются очень простые инструкции. То есть даются какие-то домашние задания, то, что ты должен сделать. Не сделав этого домашнее задание, ты, допустим, не можешь подойти ко второй ступени, грубо говоря. То есть есть разные варианты бизнес-консалтинга, я уверен. И вы говорите, что наиболее эффективный бизнес-консалтинг, это именно который вы должны выполнять какие-то домашние задания. Не просто слушать. Нет, я не говорю, что это наиболее эффективно. Я говорю, что это один из видов, и он работает. Бизнес-консалтинг, он может вообще быть разных видов. Это получается те же вебинары, семинары, мастер-классы, курсы, куча всего вообще. Но именно курсы, которые проходят в групповом виде и которые закреплены за каким-то куратором, я считаю, что они более эффективны. Может быть, это для молодых предпринимателей эффективно? Нет, для всех. Старым аскакалам, которые уже давным-давно в бизнесе, это не нужно? Нет, я думаю, что периодически это нужно всем. Это как такая зарядка энергии. И в любом случае, даже те вещи, которые ты знаешь, вообще люди знают на самом деле многое. И они как бы... Ты, когда приходишь на курсы, многое ты уже слышал где-то и видел. Ты сам это понимаешь, что это в принципе логично. Но тебе не хватает какой-то, может быть, мотивации или внутренних каких-то сил, еще чего-то. Тут тебе говорят, иди и делай, работай, ты хочешь получить деньги или нет. Вот. Я думаю, что это работает. В общем, вы призываете всех наших телезрителей, кто хочет заняться бизнесом, начать с самообразования. Самое главное. Самое первое. Да, ну не тех, кто хочет заняться бизнесом. Вообще, в принципе, людям нужно учиться. Учиться очень полезно и классно. И тогда вы сможете поступить на бюджет. Именно. Вы, кстати, пользуетесь социальными системами для продвижения? Да, пользуюсь. Одна из частей бизнеса – это продвижение, продажа. Да, пользуюсь, конечно. В Якутске очень распространена тема Инстаграма, особенно для магазинов, допустим, бьюти-сферы, да, косметики. Почитать даже те огромные аккаунты, я считаю, очень классные. Это Якутина Георлс, те же самые… Чуть-чуть рекламы? Ага. Да, чуть-чуть рекламы. Я не хотела сказать. Я говорю, что в Якутске, в общем, работает Инстаграм. Есть еще Фейсбук и ВКонтакте, но это, скорее всего, больше в городах-миллионниках. У нас Инстаграм работает. Ну и с этим вопросом я поворачиваюсь к нашему постоянному эксперту в области СММ Тищенко Ивану. Да. Еще раз здравствуйте, Иван. Добрый день, Иван. Вы согласны с тем, что у нас ВКонтакте и Фейсбук не работают? Ну, ВКонтакте был в свое время популярен здесь, но Инстаграм действительно занял свою нишу основную. Я хотел бы все-таки в концепции нашей передачи рассказать именно про бизнес. Мы сегодня затронули тему финансов и затронули тему истории, да, личной, как это. Сейчас, на самом деле, все для бизнеса есть. Есть обучающие ролики на Ютубе, их просто масса, просто заходи и смотри. А вот как определить человеку, нужно ли заниматься ему бизнесом или сидеть в офисе? Разве не всем нужно, допустим? Это не все могут заниматься бизнесом, это какой-то определенный... Ну вот, я как раз хотел сказать, что самый ценный ресурс в нашей жизни – это время. То есть тут человеку нужно само понять, что он хочет. Он хочет тратить время, чтобы сидеть в офисе, либо он хочет это потратить время на себя, но здесь есть определенные риски. Я не согласен, абсолютно с этим. Возможно, возможно, да. То есть здесь вопрос такой, либо ты рискуешь, и ты получаешь больше, либо ты за стабильность сидишь в офисе и работаешь за ту зарплату, которую тебе платят. Но, насколько я знаю, я сам был офисным работником, мне не всегда нравилось, что меня недооценивали. Мне платили ту зарплату, которую я хотел бы получать. Я думаю, это вот проблема в выборе места работы была больше, а не в том, что... Ну, хорошо. Ну, хочется больше, всегда хочется больше. Как вы занялись, кстати, бизнесом? Мне очень интересно. Ну, на самом деле, СММ я занимаюсь только два года, а до этого я занимался маркетингом, рекламой, производством видео. Это по работе как раз-таки? Да, да. Я занимался больше рекламой, и вообще в сферу рекламы я пришел в свадебной съемке. То есть я занимался свадебной съемкой, был одним из ведущих видеографов в городе. Но... Скромно, да, скромно. Но это так-то, это так-то. У нас, на самом деле, все операторы друг друга знают, мы друг друга любим, постоянно общаемся, поэтому никто не обидится, я думаю, из наших ребят, если я так скажу. Вы отдали пальму первенства и пошли в бизнес. Я не отдал пальму первенства, я просто почувствовал, что нужно куда-то двигаться дальше, потому что всю жизнь свадьбы снимать, но это совсем не то. Хочется все-таки больше реализовать свой потенциал, и к этому я шел тоже не сразу. Я работал на офисной работе и копил, то есть каждый месяц я откладывал деньги, за счет чего я купил камеру и начал работать. А, понял. И я имел в виду, что даже не смотря в то, что вы услуги продвигаете, вам все равно потребовались деньги, помимо открытия, нужно небольшое количество денег. Это было в 2008 году, я тогда работал в офисе, и мне нужны были деньги, чтобы купить эту профессиональную аппаратуру. Ну, собственно, так я пришел в рекламу. Со свадеб я начал снимать рекламу, я снимал корпоративные фильмы крупные, в Москве мы снимали, в Питере снимали. Ну, то есть, в принципе, география была такая хорошая, мы ездили, снимали различные крупные, для крупных компаний крупные фильмы, это было действительно здорово. Но после этого, я говорю, когда уже начал заниматься крупными компаниями, работать, я понял, что у них есть определенные места, точки, где они хотели бы продвигаться. То есть в соцсети тогда это была новинка, и меня это очень сильно заинтересовало, я почувствовал, что те знания маркетинга, которые есть, можно реализовать, тем более ниша у нас в городе не занята. Подытожить, да? То есть вы работали в одной сфере, слышали, какие проблемы есть у ваших клиентов, и решили, ну, я думаю, и это я смогу закрыть, и эти проблемы, эти потребности у своих клиентов я смогу закрыть. И таким образом вы пришли в СММ. В СММ-рекламу, да, продвижение в соцсетях. СММ-щиков, по-моему, сейчас довольно много, большое количество. Много, но, опять же, специалисту рознь, то есть, либо мы рассказываем про инструменты, про какие-то, допустим, все знают, как в Инстаграме лайкать, как делать репосты, то есть такие стандартные вещи, в принципе, знают все, а вот именно стратегию, маркетинг, как связать интернет-маркетинг со своим классическим маркетингом, здесь уже вопрос другой. То есть, стратегия? Ну, допустим, обычно часто объявления на доске мы видим, что требуется СММ-чик в компанию, но таких в городе специалистов, их единицы, их качественных специалистов действительно очень мало. Дорогие телезрители, сейчас я прошу вас внимательно послушать, если вы, допустим, сидите без работы или просто молодой человек, который ничего не умеет, кроме того, чтобы сидеть за компьютерами, за телефонов, у вас есть шанс стать СММ-специалистом. Итак, как же стать СММ-специалистом? Возьми, о чем, на что должен обращать внимание и что должен уметь человек, который хочет стать? Тут, смотрите, очень тонкий момент такой. СММ-специалист, на самом деле, это маркетолог, по сути, по большому счету. Это не человек, который умеет ставить лайки, который делает посты. Многие в голове кажется, что СММ-щик это, который просто картиночки постит. На самом деле, все по-другому. Да, нам нужен маркетолог, который понимает, как нужно подходить к целевой аудитории, как с ней общаться, как с ней работать, какие фотографии выкладывать, вообще, как вести компанию, какую правильную стратегию выбрать для того, чтобы люди обращали внимание на нашу компанию и заказывали возможность. Какие-нибудь фишечки, какие-нибудь секретики, можно? Секреты, да. Основной секрет, я считаю, что если вы хотите продвигать свою компанию, то вам нужно будет неофициально, максимально избегать официального общения с своими подписчиками. То есть, общайтесь с ними на простом, понятном языке. Вы можете какие-то опросы, какие-то игры, закулисье обязательно. Примеры официального языка. О чем вы говорите? Ну, что там, дорогие друзья и жители, гости столицы, вот старайтесь этого избегать, потому что это сразу перечеркивает вообще... Это объявление в новостном портале. Ну да, то есть это какой-то... У нас открылся супермагазин. Ну да, слишком официально. Можно сказать, друзья, привет, или здравствуйте, привет всем, ответьте на такой-то, такой-то вопрос. Это, на самом деле, очень просто, и люди чувствуют, что за аккаунтом сидит не какая-то компания, а живой человек. То есть люди должны через соцсети чувствовать, что с ними общаются живые люди, а не роботы. Это очень важно. Поэтому, наверное, основной секрет только в этом. Ну и рассказывать за кулиси о компании обязательно, что купили, что поставили, куда принесли новый сотрудник, что-то там, кулер новый поставили. Как думаете, мы его уволим или нет? Ставьте лайк, если вам нравится. Да, 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 да. Это супер идея, на самом деле. Люди оценят, и у вас будет своя прям база фанатов, которые будут постоянно вас комментировать. Поэтому основной секрет все-таки в этом. Секрет не в фотографиях, не в витрине товаров, на самом деле, парадокс. Меньше рекламы, больше продаешь. Больше рекламы, меньше продаешь. Так работают соцсети. Имеется в виду прямой рекламы, да? Да, прямой рекламы. Чем больше прямой рекламы, люди, они не любят, когда им слишком агрессивно что-то навязывают, пытают что-то продать. Поэтому мы должны завоевать лояльность, доверие людей. То есть, если они нам доверяют, они будут нас покупать. Тем более, когда сейчас Инстаграм захватил огромное количество магазинов, каждый раз, я думаю, все, кто сидит на Инстаграме, видят, как тебя закидывают этими предложениями дружбы, какие-то магазины, какие-то люди, которые рекламируют какие-то запрещенные вещи, так скажем. Выстрелить можно на какой-нибудь интересной фишке, допустим. Когда? Как из этой серой массы выделиться? Потому что как заставить человека писаться на тебя, когда ты малоизвестный какой-то бренд? Ну, к примеру, есть несколько компаний, я не буду говорить, как это называется, эти компании. Вот некоторые не боятся клеить брови, к примеру. Этот тренд, правда, уже ушел немножко. А, понятно. То есть, выходить за рамки официального. То есть, максимально близко и открыто по формату общения к своим подписчикам. Если вы не боитесь неофициальности, если вы готовы экспериментировать, то социальная сеть вам действительно поможет и принесет эффективность, потому что если вы будете придерживаться официального какого-то языка, то вряд ли, там будет очень сложно вам что-то продавать, что-то… То есть, мы должны все-таки завоевывать лояльность, доверие, общаться с подписчиками – это самое главное. Хорошо. Небольшая рубрика «Вопрос-ответ» – собачки или кошки на пост? Собачки, ой, кошки. Все любят кошечек. Я, допустим, скажу честно, я… Так, это рубрика «Вопрос-ответ», это мне неинтересно ваше мнение. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, собачки, сколько постов в день? Один-два. Два – это оптимально. Как лучшее время для поста? Прайм-тайм с восьми до часу ночи. Ну, лучше с восьми делать. Использовать ли ботов? Нет, ботов категорически лучше не использовать, потому что это убивает ранжируемость вашего аккаунта. То есть, оценок система ставит вашему аккаунту меньше, соответственно, выдача постов, она уменьшается. Поэтому точно нет, сто процентов. Так, хорошо. И НВК или ОРТ? НВК, конечно. Ну, я так, это как у вас на передаче, вы меня второй раз приглашаете. Хотя я не смотрю телевизор, на самом деле. Мне вообще без особого внимания. Это было лишнее. Иван, больше мы вас не пригласим. Большое спасибо за то, что пришли к нам на эфир. Ольга, вам тоже большое спасибо, что поделились своей историей. Дорогие телезрители, смотрите нас дальше. Я уверен, что мы далее продолжим тему бизнеса. И вообще, если вам это интересно, то напишите нам в Инстаграм. Инстаграм НВК Сахай, мы там одни такие. Всего хорошего, удачного вам рабочего дня. С вами был Виталий Тирон. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok